МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Философия Амира проста, как у всех местных. Жить нужно в гармонии с природой. Он пытался наладить жизнь в городе. Работал на стройках, но все равно вернулся в деревню. Разводит теперь пчел и гусей. Своё экологически чистое мясо. С кормом проблем нет. Травы лета много. Если бы гуси знали, каким деликатесом питаются, шутит Амир. Лён уральский, гвоздика иглолистная. На каждом из шаханов своя особая флора и фауна. Краснокнижная. Вот эти горы заряжают. Бывали в разных местах. Всё равно родная сторона тянет. Я не представляю себе жизнь без наших годов. Сосед Амира тоже рад, что шахану удалось и стоять. Он сам был в числе защитников. Ездил на гору. Теперь, когда всё спокойно, Олег вернулся к привычному делу. У него 20 чистокровных скакунов английской и арабской породы. На каждой сабантуе они украшения праздника. Если бы разработка была, то, конечно, тяжело было. Потому что у нас пастбище здесь. Как бы скотина пасётся. Луга просторная. Городские, в отличие от деревенских, не так счастливы. Вагонетки пока едут в Стрелитамак. Туда, где расположен содовый завод, везут остатки сырья. Если, не дай бог, завод будет закрыт. Вернее, не будет сырья. Завод будет закрыт из-за отсутствия сырья. То Стрелитамак просто-напросто превратится в город-призрак. Как это случилось с городом Агидель. Рядом с городом Нефтекамск. Стрелитамак – второй самый крупный в Башкортостане город после Уфы. Здесь живут 270 тысяч человек. Работают в основном на заводах. Содовое производство самое крупное. Но помимо него есть и станкостроительные, и вагонно-ремонтные заводы. Здесь готовят цемент и варят пиво. Начинался город с пристани. Отсюда в эпоху Екатерины II отправляли ко двору соль Илецкую. А после революции Стрелитамак даже стал столицей первой Красной Республики Башкирии. В годы войны город уже крупный промышленный центр. Содовая столица России. Так Стрелитамак называют сегодня. Башкирской соды хватает на всю страну. Едет она и за границу. Это сразу идет в Азербайджан. То есть сразу информация на азербайджанском языке. Сразу импортер указан. То есть готовая пачка, готовая упаковка для конкретного рынка. Вот это мы тоже умеем делать. Если сторона поставки прибалтика, то, соответственно, это будет на литовском, на латышском, на эстонском языке. То есть страны, бывшие республики СССР, охотно покупают этот продукт. Завод будет жить и без шаханов. В этом уверены республиканские власти. Есть другие месторождения. По химическим свойствам ничуть не хуже. Их разведывали на федеральные деньги еще в 2006 году. Старались учесть все капризы БСК. 150 километров для компании было далеко. Тогда нашли еще два месторождения. В 75 и 45 километрах. Когда мы объявили, пока рано закончили, там порядка 180 миллионов тонн продолжных ресурсов и возможных запасов. Они получили лицензию на аукционе, но не стали дальше его детально разведывать. А по гумеровскому месторождению, когда был объявлен аукцион, они не стали вообще участвовать. Нынешняя позиция компании неизвестна. Публичных заявлений нет. Возможно, потому что перспективы для руководства туманны. Акции садовиков арестованы. А 14 октября Башкирский арбитражный суд рассмотрит иск о законности передачи содового гиганта в частную собственность. В ходе проверки законности отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан выявлены нарушения прежде всего самой процедуры приватизации. В целях защиты интересов государства, Генпрокуратуры России заявлен судебный иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Начата еще одна проверка, но уже в отношении чиновника. Главу Ишимбайского района обвиняют в том, что он лично громил лагерь защитников Куштау. Но пока следственные действия тормозит больничный чиновника. У него диагностировали ковид. Вот из-за этого камня, известняка идет у нас борьба. То, что борьба закончилась, защитнику Шиханов не верится. Он слишком долго стоял на горе. Потому для него еще все в настоящем времени. Хотя вокруг уже тихо, ни криков, ни звуков бензопил. Здесь организаторов как таковых нет. Здесь сама гора, вот это Куштау, сам Шихан и позвали людей. Мы никого не звали. Сами приехали с дальних уголков Башкортостана, России и так далее. Молодых людей очень много было. Абдрахман Валидов впервые за месяц просто любуются видами. Они теперь под защитой государства. Ради Хабиров, как и обещал, присвоил Куштау статус памятника природного значения. Это решение на самом деле ставит точку во всех вопросах относительно будущей возможной перспективы разработки. То есть гора будет жить и, соответственно, будет выполнять рекреационные функции, научные функции. А еще сакральные. Местные верят в особую силу Шихан. С древности считалось, что горы нельзя осквернять, иначе вымрет весь род. Бесплодные женщины у подножия Шихан просили ребенка. На вершину взбирались за благополучием и счастьем. Обряды проводят до сих пор. Готовы посвящать в них туристов. В планах на месте лагеря организовать кемпинг и рассказывать гостям о башкирском чуде. Маргарита Грылова, Мария Солопова и Ксения Хварых. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин